Друзья, тут такое дело, ученые гравитационные волны открыли. В общем-то, как бы и не ждали, а тут бац и открыли. Да, мы понимаем, что вы уже устали слушать про это. Но давайте сейчас в последний раз подробно поговорим, что, где, когда и зачем. Не переключайтесь, ведь вы смотрите самое научно-новостное шоу «Чуть-чуть о науке». Для начала давайте попробуем разобраться, что такое эти диковинные гравитационные волны. Как мы все знаем, ну или по крайней мере слышали, все тела во Вселенной притягивают другие тела. И называется эта сила гравитация. Чем тяжелее тело, тем сильнее оно тянет к себе другие тела. А в свою очередь гравитационная волна — это колебание этой самой силы гравитации. То есть тела притягиваются то сильнее, то слабее. То есть если предмет попадает под гравитационные волны, то он будет попеременно растягиваться и сжиматься. И возникают гравитационные волны тогда, когда тело начинает двигаться с переменным ускорением. Вы тоже можете создать гравитационные волны, например, начав крутиться. Но так как гравитационное взаимодействие очень-очень слабое, то для создания существенных гравитационных волн потребуются тела с огромной массой. А что у нас во Вселенной имеет огромную массу? Правильно, черные дыры и нейтронные звезды. Но даже если мы возьмем такие тела, то еще не факт, что мы сможем зафиксировать гравитационные волны. Ведь они, несмотря на то, что проходят сквозь все препятствия, все равно ослабевают с расстоянием. А в космосе расстояния ой-ой-ой, какие огромные. Поэтому до нас может дойти волна, которую мы попросту не почувствуем. Но не стоит думать, что гравитационные волны — это что-то диковинное для ученых. Их существование было предсказано общей теорией относительности, придуманной Альбертом Эйнштейном еще век назад. А вот с экспериментальным подтверждением возникли небольшие проблемки. И действительно, как можно зафиксировать эти колебания гравитации? Понятно, что можно использовать специальный инструмент или почувствовать одним местом. Но как это все перевести в конкретные цифры? Оказывается, поиски гравитационных волн начались еще в 60-х, когда Джозеф Вебер сконструировал свой первый детектор. Это был огромный двухметровый алюминиевый цилиндр с датчиками по бокам. Идея крайне проста. При прохождении гравитационной волны цилиндр должен начинать резонировать, то есть сжиматься-разжиматься. А датчики это все фиксируют. И в 1969 году были получены первые результаты, показывающие наличие таких волн. Однако научному сообществу не понравилось, что цилиндр изменяет свои размеры на очень большую величину. Ученому поставили дизлайков, обозвали в комментариях, начали писать в личку, короче, захейтили. Да и к тому же подобные детекторы, созданные в других лабораториях, ничего не показали. Однако усилия Вебера не прошли даром и дали толчок целой области исследования гравитационных волн. Что после долгих размышлений привело к интересной мысли. А почему бы нам не использовать интерферометр Майкельсона, но только очень больших размеров? Так и сделали, построив несколько таких штуковин в разных частях света. Действие интерферометров, как несложно понять из названия, основано на эффекте интерференции света. Когда вы складываете два луча света и на выходе можете получить или много света, или вообще ничего. В интерферометре исходный пучок делится на два, где далее каждый луч летит по своему каналу, где встречает зеркало и отражается обратно. Когда он возвращается обратно, то складывается со вторым пучком. И в зависимости от разности пути этих двух лучей, на выходе мы видим или не видим свет. По умолчанию, то есть без гравитационных волн, прибор настроен так, что эти два луча гасят друг друга. И в итоге на детектор ничего не попадает. Когда же приходят гравитационные волны, то расстояние между зеркалами меняется. И два луча уже не находятся точно в противофазе. И при попадании на детектор свет полностью не гасится. Именно этот свет и фиксирует детектор. Но здесь есть одна большая проблема, которая не позволяла зафиксировать эти волны раньше. Так как источник этих волн находится далеко, то до Земли эти волны доходят очень слабыми. Так, если бы человек был в непосредственной близости от источника этих волн, его бы сжимало всего до нескольких сантиметров и разжимало обратно. Но эти же самые волны, доходя до Земли, вызывают изменение роста всего на доли радиуса атома. Вдумайтесь, радиус атома, а колебания еще меньше. Конечно, блин, их трудно поймать. Поэтому физикам пришлось очень сильно попотеть, чтобы нивелировать влияние различных сейсмических факторов и получить точный результат. Конечно же, создание и исследование на таких детекторах — это дело рук мировой науки, где принимают участие и ученые из России. Но все же, давайте вернемся к открытию. Заветные гравитационные волны были зафиксированы 14 сентября, а не 11 февраля, как разносят СМИ. Вот это поворот! И самое смешное, что официальные исследования на детекторе стартовали 18 сентября, то есть через 4 дня, а открытие было сделано во время тестового запуска. Возникает резонный вопрос, а может быть это все случайность, раз детектор работал в тестовом режиме? Но спешим дать в лоб каждому, кто так подумает. Нет, это не случайность. Ведь ученые не настолько алчные люди, и им важнее истина, чем слава и женщины. Поэтому действительно это было не что иное, как прямая фиксация гравитационных волн. По расчетам ученых, эти волны были вызваны слиянием двух черных дыр массами 36 и 29 масс Солнца соответственно, на расстоянии 1,3 миллиарда световых лет от нас, где-то вот в этой области. А теперь давайте попробуем ответить на вопрос, что же это нам дает? Ну кроме, конечно, славы и женщин. Первое и самое главное, это старт новой области исследований Вселенной с помощью гравитационных волн. Если раньше ученые использовали только электромагнитные волны для наблюдения за планетами и звездами, то теперь их арсенал пополнился нейтриной и гравитационными волнами. Которые позволят получать информацию о совершенно новых объектах, например, черных дырах и нейтронных звездах. Второе, это очередное доказательство общей теории относительности и к тому же прямое подтверждение существования черных дыр. И третье, это позволит проверить различные теории наподобие теории струн на их состоятельность. А нам остается лишь поздравить всех ученых, причастных к этому открытию, ведь их действительно очень много. Одних только соавторов в статье на целый лист, а это еще не все. И отдельная благодарность российским ученым, которые также внесли свой вклад. И в отдельных областях даже значительный. Например, алгоритм анализа данных и определение истинного сигнала. А у нас на этом все. Вы смотрели шоу «Чуть-чуть о науке». И помните, наука намного интереснее, чем вам кажется. А чтобы не пропустить новые видео, подписывайся на наш канал. Самые свежие новости проекта, а также прикольные фотки на наших страницах в Фейсбуке, ВКонтакте и Твиттере. Все ссылки в описании. Также не забывай рассказать о проекте своим друзьям. Субтитры создавал DimaTorzok